Добрый вечер! Пишу вопрос для вашего вебинара. Я не специально их придумаю, они у меня постепенно в голове возникает после получения новой информации. На днях смотрел ваш фильм, в котором вы ходите с рамкой посаду и показываете как выглядят гепатогенные зоны. Тут я прервал ваш фильм, ваши письма видите и сразу Ну мне так везет. Легчайший случай, включаю телевизор, телевизор, не компьютер. Вижу передачу, там есть 360 какой-то канал, помню цифры 360 и там про гепатогенов. И что интересно, у нас таких фильмов не делают, потому что у нас в России в науке их нет гепатогенов, просто нету. Ну я вам показывал в Википедию и это, там что, ну то, что мы городские сумасшедшие. И вдруг я слушаю, ушам не верю, ушам своим не верю. В Германии, в Австрии ведется большая работа по определению гепатогенных зон и принимаются меры по снижению там травматизма и прочее, прочее. Германия, Австрия. Господи, ну почему у нас этого нет? 23 лет долблю, сколько я помню. Сколько нагляделся на аварии. И у них появился знак, наконец-то. Я вам свой знак показывал уже сколько раз, который мы придумали сами. Такой красивый знак. Череп с костями и гепатогенная зона. И вдруг, пусть невнятная, но в Германии эти знаки ставят на дорогу. Они людей спасают, а мы нет. Когда это изменится? Это не садоводство. И это тоже не надо никому. А мне интересно, значит, что сильная мера всего, они же правил не знают. Они же впереди этот самый с мигалками едят. Они 180. Они точно так же погибают, потому что за мной простые люди. Я не сами за мной. И они так же погибают. Гепатогенная зона. Вот мне не мог не высказаться. Вот телевизор. Ну вот почему у них можно придумали знак, который не дает людям увечиться, а у нас нет. Читаю дальше. Вопрос по фильму, но не об этом. Обратите внимание, что молодые саженцы и сеянницы закрытой корневосистемы в вашем питомнике прикопаны по высоте горшка. А понятно, что это обоснованно тем, что так они менее подвержены морозу зимы. И перегревание, пересыхание лица. Совершенно верно. Вот эти вот закопанные горшки, это моя фотография. Вот. Закопанные горшки. Максимальное повторение их жизни без горшков. Хотя разница все-таки есть. Вот зелененькая, вот зелененькая, вот зелененькая, вот зелененькая, вот зелененькая. И получается следующее. Приблизились, приблизились к природным методам. Но удобство есть все-таки, это продажный саженцы. Вот этот момент, потому что он правильно сказал. Меньше подверженное морозу, перегревание. Ладно, и чем дальше. А не стоит ли подвое на зиму оставлять неприкопанным? Подвое, заметьте. Не, как привиты сами, а именно подвое. Вопрос именно про подвое. Вопрос именно про подвое. И кем он может сразу сбавиться отмене, может из-за этого. У меня такого бы то нет. Поэтому прошу вашего совета. Может быть, какие-то зимы вы оставляли сейчас сельцы вне прикопанного, в городе земли. А сейчас прикапывали. Политик спорил сознание по этому вопросу. Большое спасибо за обратную связь. Мне кажется, что вы ни один вопрос не пропускаете, а все даете ответы. Да почти так, но не успевая на все дать ответы. Жизни не хватает. Вы видели, сколько фильмов появляется каждый день? Кто на моем канале видел? Вот это и есть жизнь только. Посмотров мало. Вы не делитесь ни с кем этим фильмом. А я один что могу сделать? Так, теперь смотрите. Итак, вы предлагаете часть сельцев. Нет, не часть сельцев. А просто оставлять часть сельцев. Делали я так, не прикопанный уровень земли. Понимаете? Что получается? Избавиться вашей позиции. Избавиться от минимума застройки. Ну, питомник есть питомник. Раз. Двой ответ. Значит, я сейчас покажу несколько ценнейших фотографий. Первое. Оно касаться будет даже питомника вот. Значит, это зависит еще от желания не только заработать. Несколько вариантов. Сейчас все поймете. Не только заработать, но и заработать славу. Еще и славу. Не только деньги, еще и славу. И обеспечить максимальное качество. Вот. Вот. Итак, выкопан саженец. Он не рос в коробке. Он был выкопан с мостем комом земли. И поставил коробку. И теперь поедет на новое место. Недостаток дикий. Страшный. Тяжелая коробка. Саженцы вырастают. Вот. Ну, за один год. Вот сейчас скажу. За один год. Скажете, не может быть. А он привит на двухлетке. Вот те. Помните те самые, что я показывал? Ну, там девочка моя стояла. Саженцы в два раза выше ее. Вспомнили. Вот это из этой семь. Вот. За один год. Вот. Я с таким столкнулся. И отказался от коробок. Невозможно. Вы понимаете? Буростают такие дубины. Вот. Отрезая вот так. Люди стоят. Что делают? Люди пьют валюту. Люди хватают меня за руки. Люди плачут. Они видят прекрасный сальций. Они считают, что вот так посадил. У нее дерево готово. Это всего за один год. И дальше так же расти будет? Нет. Сильнейшая обрезка. Естественно, нижние ветки не отрезать нельзя. Это святое. Вот. И получается вот столько вот оставляю. И все равно много. Я как ребята вспомню эти. Вот видите? Я перехожу на одиннадцатилитровую горы. Эти. Уже не горшки до ветра. Это не дефицит было. Один момент. Вот. И попробуйте его сейчас. Машину в Жигуленка воткнули. Раньше-то в Жигулятор ездили. Помните? В основном. Ну-ка, попробуй. Представили себе? Вот. Багажник откройте. Половина не влазит. Вот такие это самое. Дела. Вот. Непрактично. Дальше я вам показываю. Вот это по двое. Да? Это по двое груши. Вот. Они все до единой абсолютно здоровы. Они зимуют. Естественно. Привыка же на следующую весну. Они зимуют на морозе. Опять. Сколько же у меня уже грехов на меня. Из-за того, что я Богом клянусь. Сколько за все годы замерзло ни одной. То есть уже вот это проверять. Но он имел ввиду, что в горшке, но не закопано. И там получается мороз со всех сторон. То есть горшок стоит на воздухе. Вот там да. Но смотрите дальше. Постепенно к этому подвожу. Дикая груша. Вот она уже привита. И опять зимует на морозе. Горшки вон видно внизу. Слева прекрасно видно горшки. Видите? Вот они. Вот они видно. Итак. Это однолетки. Вот. Вот. Дальше. Волочная вишня. Ни разу в жизни не видел мертвую волочную вишню. Ну то есть взяла и замерзла. А никогда ворочатся на месте и без пересадки, им никакие морозы не страшно. Вот. Дальше. Слева китайская. Пожалуйста, знакомься. Ну немножко кривая, горбатая. Они такие по жизни есть. Вот. Они были пересажены. Вот. Таким образом. Вот. Конечно, не в горшке не закопанные, а хотя бы так. Ни одного случая мертвую слева. Прививаем все подряд. И с годом в год. Вот. То есть вот этой необходимости как бы провести отбор. Ну весной посмотрим, мертвый отберем, а нет. Все это позади. Абрикос мой жесткий. Вот они. А это еще не пересажены. Пересажены. Видите? Пересажены они в конце сентября, начале октября. С листьями еще. И ни одного случая гибели. За все годы было несколько случаев, когда отслаивалась кора. У самого основания совсем слабенькие на выпривание. Ну а так как здесь всегда, у нас редко когда снега по колено. Это в следующий год. А так обычно повалено. Бывало по щиколотку. Это плюс огромный для абрикосов. Поэтому я даже жалею тех, у кого вроде бы полметра снега. Метр. Это такое одеяло. Это здорово. Но абрикос то из тех мест, игрушек, где этого срода не было этих. И полметра и метра этого одеяла. Это одеяло им нахрен не нужно. Им надо изначально быть варзостойким. А это одеяло для них означает выпривание. Видите как? Так. А мы хотим, чтобы Тюменская область, Томская область. Это ужас. Это снега какие. Мне про двухметровый снега рассказывали. А вдоль забора еще и трехметровый. Наконец-то показываю горшки. Вот они. Возвращаемся к этой теме. Что вот. До начала да. Вот они стоят не захопаны. Вот. До начала. Например, Чугуев Юрий. Мой друг. И вот же. Царство на небесное. Выдающийся садоводец Смоленской области. Вот. Он советовал месяца два держать уже привитыми. Привитыми держать, не закапывая. Быстрее подогреться. Все. Поливать с собой. А закапывать уже получается два месяца. Это как? Это где-то 8 в июне. Это его совет. Вот. Мы закапываем сразу. Закопали забыли. Время от времени еще не успели закопать. Возвращается зима. Вот вариант. Возвращается зима. Вот вариант. Возвращается зима. Возвращается зима. Но это Сибирь. Вот он май месяц. Здрасьте. Приехали. Называется. Так. Еще. Это все любознательно. Будущий Петр Николай. Ну как это все вам не рассказать? Ну как? Признает себе новичка. Хочу. Сразу. Куплю вас тысячи. А некоторые купили. Пятьсот тысячи костик. И все. И сразу сажают. Проходит год-два. И вот вам пятьсот сопревших или тысячи. И поэтому все вот это мы будем проходить и будем проходить. Внимание. Ну Татьяну Санну уже взял. Вы знаете. Невеску мою. Да? Посмотрите на чем этот Сибирь удачен. Вы видите. Закопаны. Но чуть выше. Заметили? Чуть выше. Почему? А чтобы гниения не было. Там же. Придет осень. Придет зима. И они могут собреть. Это же абрикосы и груши. Абрикосы и груши это самое вредное новоплевание. Вот так. Побывали в питомниках. Разве это не надо это все делать? Продолжение следует.